Всем привет! Сегодня узнаем, как коты захватывали мир, протестируем новое лекарство трака и познакомимся с социальным предпринимательством. Подробности далее. Специалисты из Парижского института имени Жака Ману изучили нуклеотидную последовательность ДНК 209 древних кошек из 30 мест археологических раскопок на территории Европы, Африки и Ближнего Востока. Ученые установили два основных этапа, расселивших этих животных по всему миру. Первый этап связан с распространением сельского хозяйства в Восточное Средиземноморье. Вместе с земледельцами кошки отправились в почту по охране от зерной и другие культуры от грызунов. Спустя несколько тысяч лет по Европе стали распространяться кошки второй волны, привезенные скандинавскими мореплавателями. На кораблях было много крыс и коты оказались отличными спутниками в плавании. Совместная работа ученых Института неорганической химии Новосибирского госуниверситета, которые разрабатывают новое лекарство от рака, выходит на финишную прямую. Новый препарат уже доказал свою эффективность в ходе проведенных первых экспериментов. Лекарство разрабатывается на основе атомов молибдена, которые сформированы в пластеры. В процессе реакции кислород вокруг атома переходит в активную форму, которая, собственно, используется в терапии рака. Доставляют атомы к опухоли наночастицы кремния. Атомы сформированные в пластеры проникают в опухоль и убивают раковые клетки. Доклинические испытания препарата проводились на животных. Когда начнутся испытания на людях, пока неизвестно. На базе акселератора социального бизнеса Казанского университета вот уже в третий раз дан старт в программе профессиональной переподготовки предпринимательской деятельности социального предпринимательства. Участниками программы стали инициативные жители Республики Татарстан, прошедший конкурс «Бизнес-инициатив в социальной сфере» и получивший высокую экспертную оценку. За время обучения слушатели получат знания и практические навыки в подготовке бизнес-проектов, привлечении инвестиционных средств, особенностях маркетинга и налогообложения в сфере социального предпринимательства. Полный курс продлится 2,5 месяца, по итогам которого выпускники получат возможность привлечь инвестиционные средства, реализовать свой бизнес-проект и развить социальные отрасли в Республике. Это были самые нужные новости науки на сегодня. Пока!